Их визита совсем не ждут алименщики, злостные неплательщики штрафов и все те, кто отказывается исполнять решение суда. Судебные приставы исполнителей Черкесского городского отделения Карачаево-Черкесской республики провели рейд по Черкесску, чтобы напомнить отцам-алименщикам об обязательствах и неоплаченных долгах в отношении их, несовершеннолетних детей. Как прошла проверка и что бывает, если уклоняешься от выплат, расскажет Дарья Тендит. Рабочий день приставов исполнителей начинается с самого утра. Участники рейда посещают адреса проживания должников, уклоняющихся от своих обязанностей. Работа приставов напомнит так называемым «горе отцам» об имеющихся долгах. Первый адрес неплательщика удалось застать дома. На протяжении двух месяцев от него не было поступлений денежных средств. Этот гражданин имеет задолженность около 100 тысяч рублей. В связи с этим судебные приставы на время ограничили должнику право управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Могу выезжать на работу, понимаете? На КамАЗе езжу. Как я без права могу ездить? По состоянию на начало текущего месяца действовали 378 постановлений о временном ограничении на пользование должниками специальных прав в части водительского удостоверения. Его не забирают. Оно остаётся у автовладельца. Но при этом управлять машиной нельзя на законных основаниях. Данному должнику представлялась возможность предоставить справку с места работы о том, что он работает водителем и это его единственным источником дохода является. До сих пор ничего не принёс. Было выставлено ограничение в части водительского удостоверения. Принесёт справочку, заявление напишет, рассмотрим, если это его единственный источник дохода будет являться. С ними пускай работает, зарабатывает, оплачивает алименты. Пол дела добраться до нужного адреса гораздо сложнее застать должника на месте. Чаще всего, когда приходят сотрудники, алименщиков не оказывается дома. Дверь открыла родственница не оказавшегося на месте прописки гражданина. Она и сообщила о том, что он давно не живёт по этому адресу. В отношении должника судебные приставы в присутствии понятых произвели арест имущества, именно телевизором. Сегодня в ходе рейдовых мероприятий произведены аресты имущества, принадлежащие должникам. Если должник не примет меры к погашению задолженности, то по истечению 10-дневного срока арестованное сегодня имущество будет передано на принудительную реализацию. А вырученные по реализации денежные средства будут направлены в счёт погашения имеющейся задолженности по алиментным платежам. Защита прав детей – первоочерёдная задача в деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. Взысканная сумма задолженности по алиментам составила более 83 миллионов рублей. На 28 больше, чем за первое полугодие предыдущего года. 151 должник по алиментам привлечён к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей» или «Нетрудоспособный родитель». После привлечения к административной ответственности, если должник продолжает уклоняться от выплаты ежемесячных платежей по алиментам, должник привлекается к уголовной ответственности по части 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ. По результатам работы судебных приставов за предыдущие полугодия 2023 года отмечено уменьшение остатка исполнительных производств и положительную динамику по взысканию алиментных платежей. Дарья Тендит, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия.